Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В нашей студии победитель девятого конкурса достижений талантливой молодежи Арибик Казанчан. Тема моей работы посвящена моему прадеду, бойцу 196-го, отдельно-зенитного бронепоезда. Прошло 70 лет со дня победы и все меньше становится очевидцев тех страшных событий. И понимая это, я решила побеседовать со своей бабушкой. И она мне рассказала о своем отце, о Желандовском Владимире Михайловиче, и о том, что во время Великой Отечественной войны рязанцы собирали средства на постройку бронепоезда. И у меня возник вопрос, может быть на этом бронепоезде участвовал мой прадедушка? Чтобы на него ответить, мне пришлось восстановить боевой путь моего прадедушки, перенести его на карту и узнать участником каких исторических событий он был. По историческим местам каким-то, видимо, пришлось проехать? По историческим местам, и так как обращалась в рязанский наш архив, и там не нашлось документов о бронепоезде, на который собирались деньги, потому что известно было только название «Рязанский железнодорожник». А в архивных справках там указаны только номера бронепоездов. Для этого я отправилась, чтобы узнать, все-таки, я отправилась в архив Министерства обороны в Подольск. И там, к сожалению, о рязанском железнодорожнике ничего не найдено, но я нашла много информации о моем прадедушке, о бронепоезде, на котором он служил. А ты как-то заранее списывалась с сотрудниками архивов? Сначала в интернете зашла на их сайт, подала заявку через интернет, уже потом созванивались. Что твои родители говорят? Для школьницы ты очень активно и очень правильно действуешь. Что самое важное – правильно. То есть все по ступенчикам, все разложила, где чего могло быть. Я знаю, что вот нам, взрослым, даже журналистам, порой бывает очень трудно пробиться к нужной информации. То нет доступа, то нет времени, то чего-то нашли, чего-то нет. Как тебе удалось все собрать? Я хочу сказать огромное спасибо моим родителям, потому что они во всем меня поддерживают, они очень сильно мне помогают. Я вижу, что у тебя в твоей работе очень много ксерокопий всяких разных. То есть какие-то документы, награды, они сохранились в семье? Конечно, хранятся все документы. Хранится знак отличника ПВО, которым он был награжден. Хранятся две медали прадедушки, документы, связанные с наградами его. Обычно трудно объяснить, что школьники это делают не ради конкурсов, а ради того, чтобы какая-то семейственность, традиции какие-то сохранялись. Я думаю, что конкурс – это замечательно. Я думаю, что ты этому так же рад, как и мы за тебя. Но все-таки это нечто большее. Это гораздо важнее было сделать в принципе. Конечно, было важно это сделать для себя, для домашнего Рихива. Тогда побольше о конкурсе. Где он проходил? Сколько участников? Да, я участвовала в конкурсах, в подобных. И конкретно об этом. Сначала у нас был заочный тур, на котором мы через интернет отправляли свои работы. Там было около полутора тысяч человек. Из них только 300 прошло в очный тур. И уже очный тур проходил в Доме отдыха президента Российской Федерации в Непецино. Там мы находились несколько дней, в течение которых защищали свои работы. Очень интересно проходил конкурс. Что тебе дают вот эти награды? Расскажи, кстати, его знак отличия очень необычный. Награждена серебряным знаком отличия – национальное достояние России. Вы знали, как проходит первый этап, второй этап, на что обращают внимание? Или только по факту? Что-то выиграли и тогда уже поехали? Нет, мы знали только по факту. Нам приходили ответные письма, что да, ваша работа прошла в очный тур. И уже потом приходили положения, то есть как добраться куда, о сборе. А кто с тобой поехал в качестве группы поддержки? Со мной была моя мама. Огромное я хочу сказать спасибо. Вот, она во всем меня поддерживает. Я думаю, что были и ложки дегтя, пока ты готовилась вот эту работу сделать такой, какая она есть. Расскажи о каких-нибудь нюансах твоего исследования. Я обращалась во многие рязанские музеи, обращалась в архив и, к сожалению, находила очень малой информации нужной. Решили обратиться в музей железнодорожного транспорта, но, к сожалению, он сгорел. И материалы, которые оттуда раздали по депо Рязани-1, Рязань-2, депо Рыбное, к сожалению, там не было материалов, связанных с бронепоездом, рязанский железнодорожник. Но ты нашла людей, которые могли знать что-то? Да, конечно, там были люди, которые во всем пытались мне помочь, содействовать. И все, что они могли знать, они пытались мне рассказать. Вот ты познакомилась на подведении итогов уже с многими участниками. И там были самые разные работы. Тебя какая впечатлила? Работа называлась «Пророчество Достоевского в будущее». Мальчик смог заинтересовать, хотя он, наверное, рассказал самую краткую часть своей работы. Но мне очень понравилось. Там было много интересных людей с интересными работами, с которыми хотелось общаться. Я так поняла, девушка, ты очень активная и много где принимаешь участие. Расскажи еще о чем-нибудь. Ну вот в этом году, в ноябре, я участвовала в замечательном конкурсе. Населивается он «Начало in Moscow». Он проходил в Москве тоже в несколько дней. И мне он очень понравился. Я участвовала в секции «Краеведение». Заняла там гран-при. Наверное, по истории у тебя пятерки. Да, по истории пятерки. А вообще, как ты учишься? Какие у тебя цели, интересы? Чем ты увлекаешься? Учусь я на отлично. Еще я занимаюсь в музыкальной школе. Играю на фортепиано. Занимаюсь академическим вокалом. То есть мне еще очень нравится музыкальная сфера. И все ты успеваешь, разумеется. Стараюсь успевать. В общем, данная исследовательская работа, когда она уже подходила к концу и общение с людьми, привели к выводу, к инициативе об установке памятной доски, посвященной железнодорожникам, которые строили бронепоезда, бойцам экипажа бронепоездов. Она планируется быть установленной на вокзале Рызань-1. Для этого надо было пройти депономическую комиссию. Согласовать все моменты, конечно. Согласовать моменты, да. Чтобы одобрили установку. Тебе уже есть чем гордиться в свои 17 лет, я думаю. Я знаю, что тебе помогали определенные люди. Ты, естественно, много к кому обращалась. Что бы ты сказала им сейчас? Конечно, я хотела бы поблагодарить своего руководителя, Добедину Наталью Вячеславовну. И хотелось бы поблагодарить Ворнову Ольгу Ефимовну. Они во многом мне помогли. А что ты скажешь таким же молодым и активным, как ты сама? Я считаю, что они тоже должны интересоваться историей своего города, своего края. Ведь это очень интересно. Спасибо тебе за эту встречу. Наша телекомпания желает тебе только успехов во всех дальнейших начинаниях. А это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин